Встали сегодня с утра пораньше, мороз ударил, решили вот побыстрее зачистить и залить каток, чтобы дети катались. Вместе с коллегой Владислав Фирсов убирает снег с самого утра. Они специалисты по подготовке спортинвентаря спортивной школы «Сокол». Здесь, на этой небольшой коробке, каждое лето дети играют в футбол, а с наступлением холодов – в хоккей. Причем на лед выходят как воспитанники местной спортшколы, так и жители близлежащих домов. Вчера, например, здесь прошла тренировка. Сегодня очистят снег и каток снова зальют. В этом здании, это здание спортивной школы, там берется вода, шланг протягивается и горячей водой площадка равномерно проливается по всему периметру. То есть нужен хороший мороз, чтобы был, и все замерзает. Подготовка к заливке стартовала еще в начале сезона. Сделали небольшую снежную подушку, чтобы вода не проливалась через борта. Теперь же работы на коробке проходят регулярно. Расчищают снег, заливают и через несколько часов можно выходить на лед. В данный момент на всех катках города Рязани проводятся работы по заливке. И мы надеемся, что к выходным дням мы запустим в эксплуатацию все 26 хоккейных коробок. Проводится ежедневная заливка катка на стадионе «Локомотив». Это наш самый большой каток в городе Рязани. Также надеемся, что к выходным дням мы сможем в полном объеме запустить его в эксплуатацию. Сейчас полностью готово 9 катков. К вечеру добавят еще один рядом со спортшколой, где пройдет тренировка по хоккею. Но на этом работы по уходу за катками не закончатся. Те катки, которые находятся у нас на балансе учреждений, а у нас в соответствии с сопряжением все катки за кем-то закреплены. Есть сотрудники учреждений, которые производят постоянную уборку, до заливку, подливку катков. Покататься на коньках в такие холода – это хороший способ согреться. Однако не все дадут предпочтение занятиям на свежем морозном воздухе. Подождут, пока температура не поднимется. А там уже на лед можно будет выйти всей семьей. Тем более, что все катки по городу будут готовы. Валерий Седов, Михаил Лазуткин. Телекомпания «Город». Телекомпания «Город».